Здравствуйте, коллеги! Представляю вашему вниманию тему «Творческая онлайн-лаборатория как инновационный формат обучения педагогов». В условиях перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты можно рассмотреть основные приоритеты. Это единство образовательного пространства. В первую очередь, конечно же, это единство учебной и воспитательной деятельности. Это личностное развитие и электронный образовательный ресурс, а именно безопасное использование цифровых технологий. В соответствии с этими приоритетами встает и вопрос о современных инновационных подходах к обучению самих педагогов. И вот одним из таких направлений можно представить электронную образовательную среду, платформу, где можно проводить различные формы как для педагогов, так и для детей. Академик книгоучебник представляет современную модель цифровой образовательной инфраструктуры как для педагогов, так и для школьников. В состав такой среды включается всё, как непосредственно сами пособия методические, например, для взрослых, так и для детей. Но в то же время это ещё и сервисы. Что отличает современную образовательную среду, в которой можно проводить инновационные форматы обучения для взрослых? В первую очередь это современный контент. С одной стороны он соответствует новым обновлённым требованиям в ГОС, а с другой стороны это современные авторские методики, которые позволяют по-новому подходить, казалось бы, к вроде бы самым простым методическим вопросам. Это обязательно образовательные ресурсы для детей и онлайн образовательные платформы для педагогов. И сегодня мы с вами посмотрим, как можно работать с педагогами в режиме онлайн-лаборатории. И как показывает десятилетняя практика работы с онлайн-ресурсами, в первую очередь это ещё и очень важна система поддержки. То есть разработав современную платформу, разработав всю структуру сервисов и самих пособий, очень важно понимать, что для того, чтобы она стала комфортной для педагога и для его детей, необходима система поддержки. Она может быть как технической, так и методической. Только тогда всё в совокупности начинает работать и приносить пользу непосредственно самим педагогам, детям и их родителям. Что такое онлайн-лаборатория для педагогов? Это практико-ориентированное онлайн-занятие с авторами современных методик. К сожалению, не всегда получается самому автору моментально раскрыть все методические особенности. И иногда приобретаются те или иные книги, пособия, учебные пособия, где заложена авторская методика, но, к сожалению, пользователь не сможет её считать до конца, понять смысл и начать преподавать, проводить различные занятия, уроки, соблюдая режим авторства, соблюдая понимание того, что хотел сказать автор. Для этого создаются различные онлайн-лаборатории, которые позволяют здесь и сейчас, вот только пособие вышло, обучить методическим аспектам педагогов, которые в дальнейшем перейдут к работе с детьми. Что отличает онлайн-лабораторию и её основные характеристики? В первую очередь, что это единая цифровая среда, в которой сосредоточены, в первую очередь, контент. Без хорошего контента достаточно сложно провести любое занятие, тем более, если мы говорим о работе с педагогами и детьми. Поэтому первично должен быть уникальный, интересный авторский контент, который соответствует всем современным требованиям. Но ещё отличительная особенность контента, хотя мы говорим о работе в онлайн-лаборатории, предусматриваться, что работа будет онлайн. Ещё очень важно, чтобы были доступны не только электронные, но ещё и печатные ресурсы. Да, это обычные книги, тетради, методические пособия, программы, которые в дальнейшем каждый педагог сможет или распечатать, или работать в режиме онлайн. Это его право. Но у каждого педагога должен быть выбор. Поэтому любая лаборатория у нас – это и онлайн-ресурсы, это и печатный контент. Но, безусловно, ни одна лаборатория, которую мы не проводим, не обходится без современного подхода к самому образовательному процессу. В первую очередь мы говорим о микрообучении. В чём принципиальное отличие от любых лекционных занятий? Что максимально собрана практика, и за небольшой промежуток времени каждый педагог осваивает ту или иную технологию. В современном мире, где мы всё перенасыщены различными курсами, обучением, очень важно, когда, приходя к нам педагог, понимает, да, вот четыре занятия, и за четыре занятия я освою технологию. Поэтому в рамках микрообучения, вот таких микрокурсов, микропогружения каждый участник действительно вот это время, эти четыре занятия работают по-настоящему. Это позволяет освоить технологию. Ещё, наверное, одна из отличительных особенностей – это видеоконтент. Он создаётся специально для участников лаборатории, чтобы он мог просмотреть непосредственно само занятие, какие-то мини-ролики, где он уловит суть, например, той или иной технологии. И это позволяет ему в любое удобное для него время учиться. Казалось бы, вроде бы обучение взрослых и геймификация. А вот чтобы быстро, качественно научить работать с теми или иными онлайн-ресурсами, иногда нужно поиграть. И на предыдущих наших онлайн-лабораториях мы играли, например, с воспитателями на 5+. Это важно для того, чтобы можно было самые сложные вопросы обсудить и решить в форме игры. Ещё один критерий, который отличает онлайн-лабораторию – это мобильное обучение. Каждый участник может учиться. Я думаю, сейчас каждый из вас в любом случае может сказать, иногда я учусь, да, действительно, вот сижу на конференции, в зале и слушаю. Но очень часто в современном мире дома, когда есть возможность, я могу посмотреть то или иное видео занятие. Я еду в автобусе, в машине, в метро и слушаю в наушнике что-то. И это удобно, это нормально, это современная реальность. Но следующий пункт – это персонализированное обучение. Это то, что позволяет мне, если я пришёл на это занятие, понимать, что я здесь интересен. У меня, например, возникли трудности, и мне есть к кому обратиться. Поэтому каждый наш курс ведёт куратор, который отвечает на вопросы, задаёт домашние индивидуальные занятия и задания. И это очень важно, когда каждый человек, каждый педагог чувствует, что именно для него разрабатывается этот контент. Ну и социальное обучение. Нельзя просто провести занятия и бросить педагогов до следующего занятия. Это всё время режим общения, это всё время взаимодействие, это проверка домашнего задания, это переписки. Следующий пункт, как раз мы говорим, коммуникация, переписки в различных мессенджерах. То есть мы говорим о том, что онлайн-лаборатория – это не только… Мы разработали контент, пожалуйста, прочитайте и посмотрите. Нет, это целая среда, целая платформа, где мы работаем на конечный результат какой? Чтобы педагог освоил ту или иную технологию качественно, в комфортных условиях, быстро, с сопровождением и обратным результатом. Вот что такое онлайн-лаборатория. Например, могу представить осенью, этой осенью открывается уже открыт набор, творческую лабораторию, как научить писать сочинения каждого ученика в классе. Любая лаборатория – это не просто стандартная тема, это всегда некий инновационный вызов. В данном случае это сочинение для учеников в начальной школе. Сегодня мы говорим о том, что очень много сложностей у ребёнка в начальной школе именно связано с функциональной грамотностью, с позиции читательской компетентности, читательской грамотности. И вот работа над сочинением – это инновационная авторская технология, которая позволит каждому педагогу изучить технологии, научить младших школьников писать сочинения в разных жанрах, использовать эту работу как курс неурочной деятельности, организовывать индивидуальные занятия с детьми, научить писать детей не только мини-сочинения, но и сочинения по различным жанрам, ну и, конечно же, постоянная консультация как с авторами, так и с кураторами курсов. Ну вот, например, если мы откроем творческую лабораторию, она уже открыта, каждый может принять участие. На страницу вы можете перейти и посмотреть, прочитать характеристики и познакомиться с программой. Вы видите, всего четыре занятия, и основные темы будут связаны с чем? Как научить писать сочинение с опорой на рисунок или серию рисунков. Второе занятие практическое – как использовать прозаические тексты в качестве основы для письменных работ. Как научить школьника ориентироваться внутри живописных произведений и писать по ним сочинения. И в чем сложности сочинений по фантазиям и как оценивать откровения детей в письменных работах. Такая система работы позволяет быстро освоить технологию в рамках лаборатории. И, что очень важно, не остановиться только здесь и сейчас. После работы в лаборатории я приведу пример из лаборатории для дошкольников. В ленте сообщений на портале 5+, коллеги присылают фотографии, делятся опытом и отзывами, как хорошо и отлично они работают с ресурсами портала 5+. То есть, таким образом, если мы говорим про особенность и уникальность лаборатории, это только начало нашего взаимодействия. И, как показывает практика, это взаимодействие продолжается. Таким образом, можно сделать вывод о том, что один из очень комфортных, удобных, современных форматов в рамках обучения педагогов различным технологиям – это онлайн-лаборатория, где уже создана специальная электронная цифровая среда. И я приглашаю попробовать вас, коллеги, с 25 октября принять участие в творческой лаборатории «Как научить писать сочинения каждого ученика в своем классе». Это ученики начальной школы. Ждем вас. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.